Здравствуйте, товарищи! 13 ноября 2020 года случилась очередная экологическая катастрофа в нашем многострадальном Ленинском городском округе. Дело в том, что местные жители в некогда сельском поселении Булатниковское обнаружили большое количество дохлой рыбы на своих прудах. Это касается знаменитого нашего излюбленного некогда места отдыха до Сухановского пруда и речки Гвоздянки. Местные жители спохватились, вызвали соответствующие компетентные органы, администрацию и провели, соответственно, зафиксировали все это безобразие, которое там происходило. Оказалось, что рыба подохла от того, что был по большому счету сброс нечистот в наши водоемы. Но на самом деле сброс, как выявили эксперты, это был непосредственно компанией «Невод», которая руководит этими очистными сооружениями, в которые подключились новые микрорайоны, которые как грибы растут в нашем многострадальном городском округе. И все было бы, как говорится, ничего, выявили бы проблему, наказали бы нарушителей, но это происходить стало у нас завидной регулярностью. То есть, таким образом, еще 2 ноября точно так же были зафиксированы соответствующие сбросы. Но на самом деле компания «Невод», как многие помнят, они эксплуатировали и сдавали в эксплуатацию знаменитые очистные сооружения на реке Купеленко в одноименном микрорайоне, который находится на стыке города Видно и горок Ленинских. Тогда уже всем набило оскомину, и был скандал федерального масштаба в части так называемой «Зеленой реки». То есть, у нас был некий проект благоустройства набережной реки Бица под названием «Зеленая река». И тогдашний глава Олег Хромов этим проектом бравировал, типа, там, год экологии, и вот у нас будет «Зеленая река». Ну вот, у нас и получилось в микрорайоне Купеленко непосредственно та же самая зеленая вонючая жижа, а именно эта самая «Зеленая река». И это стало все нарицательным. Тогда по всем федеральным телеканалам крутили ролики, и были большущие возмущения местных жителей, которые все-таки добились централизованного канализования для своих микрорайонов. Но местная власть это ничему не научила. И та проблема, которая случилась у нас в Булатниковском поселении, она, к сожалению, берет свои корни аж в далеком 2014 году, когда появились первые проекты застройки территорий, и все крупные застройщики, экономя свои денежки, они не хотели подключаться в систему централизованного канализования, а ограничились непосредственно постройкой таких вот очистных сооружений. И на самом деле, еще было известно на тот момент в их проектах, что эти очистные сооружения, которые будут вводиться в эксплуатацию, приведут непосредственно к этим печальным последствиям. Потому что ток реки Гвоздянка, куда сбрасываются эти все самые фекалии и нечистоты, не рассчитан на тот объем воды, который поступает с очистных сооружений. То есть, по простому счету, можете себе представить, одно дело какая-нибудь большая река Москва, с совершенно приличным током воды, а другое дело речка Гвоздянка, которая в лучшем случае там получается полтора, там три метра в ширину и полтора метра в глубину. Какое там количество воды за секунду может перемолотить? А в то же самое время по проекту эти очистные сооружения, они нам говорили, что 40 тысяч кубических метров в сутки будут спрасывать этого самого говна с новых микрорайонов. А чтобы вы понимали, то количество людей, под которые будут проживать в этих микрорайонах, это 90 тысяч человек. Вот представляете, все эти 90 тысяч человек будут гадить через эти, мягко говоря, неправильно работающие очистные. А очистными у нас вообще отдельная история и проблема. Мы уже как бы говорили, и многие помнят, что было с печально известной речкой Купеленко у нас в Ленинском районе. Но та же самая проблема была и в 2013 году в городе Балашка, где такие же очистные сооружения наделали абсолютно точно такие же беды в водоемах, находящихся там недалеко от нас. И откуда происходит это непосредственно зло? То есть, а это зло происходит по одной простой причине. Был принят депутатами-единоросами новый водный и лесной кодекс. Все это происходило в отдельном промежутке времени. И они, правила тоже водоснабжения, водоотведения, допустили постройку этих самых локально очистных сооружений. И, казалось бы, дело благое. Зачем, грубо говоря, тратиться на какие-то сложные инженерные технические сооружения, тянуть много километров канализационных сетей до станции аэрации? Это довольно дорогостоящее оборудование, а тем более, когда у нас везде частная собственность, и частная собственность на землю. Это связано с определенными трудностями, если по пути трассы попадает большое количество собственников. Ну и они пошли, упростили таким образом. То есть, можно сделать локально очистные сооружения, да, и соблюдая технологию, мы можем сбрасывать эти нечистоты в речки, и речки за счет естественного тока воды могли бы эти все фекалии самоочищаться. Но в итоге, строя огромные микрорайоны, и имея неглубокие и неширокие реки с маленьким током воды, они в своих проектах просто начали подделывать результаты. И обосновывать именно, что реки позволяют принимать такое количество стоков. Но уровень в реке Гвоздянка, он довольно-таки прилично поднялся. Там, извините, местные жители, которые живут, говорят, что там чуть ли не по грудь туалетная бумага на кустах висела. То есть, происходят какие-то сбросы, и уровень воды поднимается достаточно высоко. Это о чем говорит? О том, что те очистные сооружения, которые были запроектированы в этой части, они запроектированы не по правилам. И количества тока воды в речке Гвоздянка совершенно не хватает для того, чтобы разбавить все эти фекалии, которые без малого в скором будущем 90 тысяч жителей будут туда сливать через эти самые очистные сооружения. И корень зла кроется в чем? Что, ну, не знали наши архитекторы Ленинского на тот момент района об этой беде? Да нет, знали. Знал ли там санитарный врач об этом? Да. Владимир Ильич знал, и он давал заключение по этим проектам. И на речку Купеленко, в том числе на те очистные, и в том числе по Булатникову. То есть независимые жители и активисты, они делали замеры. И эти замеры говорили о том, что на тот момент идентичные очистные сооружения в полном объеме не соответствуют санпиновским нормам и правилам по качеству воды, которые должны из них выходить. Ну и что же у нас там в итоге получается? А получается у нас все очень просто, что ради жажды наживы у нас люди, которые должны рассматривать эти самые проекты и подписывать разрешение на строительство, мягко говоря, закрывают на эти глаза или смотрят просто сквозь пальцы. А может оно и еще хуже. Вышестоящий начальник получал при этом взятку, да, или какой-то нагоняй, ну, скажем так, от вышестоящей до власти, которые курируют эти всем огромные многоэтажные строительства. И говорил, слушай, не подпишешь, ну, твоя голова, там, уходь с плеч иди искать, там, новую работу. И все эти малодушные чинуши расписывались, подписывали эти самые документы, а потом все это безобразие получало разрешение, там, на строительство, там, и в дальнейшем на вот эксплуатацию. Ну, извините меня, там, люди, там, без малого 6 лет кричали, говорили, что нельзя этого делать, и вот оно случилось. Ну, и что будет теперь делать администрация в этом случае? Вот это самый хороший вопрос. Найдется там лишние полтора миллиарда еще на строительство новой насосной станции и канализационной сети? И примет ли такое количество стоков там Москва? Вопрос, на самом деле, серьезный и открытый. Или будет ли модернизация непосредственно этих очистных сооружений? Пока местная власть об этом не говорит. Ограничивается только тем, что, ну, вот, взяли пробы, да, зафиксировали, ну, быть может, там и штрафуем. А что это такое штрафы по сравнению с тем ущербом для экологии, для местных жителей, которые происходят в этом самом при этом сбросе? Проблема-то заключается в том, что есть водоносный слой, что есть колодцы, люди в близлежащих деревень, а это ведь в первую очередь сельская местность, они воду берут, опять же, из этого самого слоя, а он весь пропитается этим фекалием и говном, извините за выражение. И это касается не только нашего Ленинского городского округа, но это также касается и деревень, которые находятся в Подольском районе. А ведь в Подольском районе планируются еще очередные и в Домодедово большие стройки, и бедная река Пахрак, куда это говно будут дальше сливать. А ведь проблема, она, если подумать, стоит намного острее, потому что 14 чередей еще пригородолесное в Молковском поселении у нас стоит, и там точно запроектированы идентичные локальные очистные сооружения, которые будут сбрасывать в воду уже непосредственно в Москву-реку. Ну, вы скажете, что Москва-то река там побольше, купеленьки на нашей там гвоздянке и все такое прочее. Да, побольше. Ну, так извините меня, там и людей будет жить не 90 тысяч, а 250 без малого. И вот представьте, целый город будет сливать эти нечистоты в Москву-реку. Что станет с Москвой-рекой? Мне кажется, она тоже не сможет переварить то количество фекалий, которые будут сбрасывать туда пригород лесное и остальные населенные пункты, которые находятся ниже по течению реки. Так что, на мой взгляд, проблема очевидна, и виной этому, опять же, чиновники, единороссы, которые подписывают такие проекты, которые в Государственной Думе проголосовали и разрешили постройку таких локальных очистных сооружений. Виноваты все чиновники, которые подписывают разрешение на строительство и смотрят проекты. Ну, может, они не понимают эти самые проекты, что им там преподносит и как трактуют, что им справочник водных ресурсов страны, что ли, в конце концов, лень открыть, чтобы посмотреть, соответствует ток реки с заявленным техническим параметром в проекте этих самых крупных застройщиков. Ну, на мой момент это, в принципе, становится ясно, что та власть, которая есть, она не жизнеспособна, она нас, по большому счету, убивает, и ее нужно менять.